Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Израиль и сектор Газа продолжают взаимные воздушные удары. Жители эвакуированы, число жертв растет, что побудило группировку «Хамас» открыть огонь. В кинотеатре состоялся показ документального фильма «Пространство Лавачевского», снятого при поддержке Казанского федерального университета. Репортаж с места событий. Это очень необычно, что фильм, который идет в кинотеатре, создали не киностудия, и Министерство культуры создали два университета. Это тоже очень необыкновенное производство, я думаю, необычное. Прогулка на природе может подарить нежелательного соседа. Чем опасен укус клеща, как обезопасить себя и близких, выяснили корреспонденты нашего телеканала. Есть, конечно, препараты, которыми обрыгивают одежду. Вот они действительно помогают. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Мария Журавлева. 12 мая объявлен днем траура в связи с трагедией в гимназии номер 175. Это печальное событие причинило боль не только родным и близким. В школах республики отменены занятия, на зданиях приспущены государственные флаги. О жертвах стрельбы в гимназии номер 175 скорбят по всей стране. Люди спустя сутки после трагедии продолжают приносить цветы, игрушки и свечи к организованным мемориалам. Во время рабочего совещания ректор Ильшат Гафуров и коллектив Казанского федерального университета почтили память погибших минутой молчания. Несколько дней в Израиле продолжается вооруженный конфликт с палестинскими исламистскими движениями из сектора Газа. О причинах ракетного обстрела расскажем в следующем сюжете. Это здесь, рядом. Вон оттуда огни улетали, ракеты летели с Газы. Обострение отношений между Израилем и исламистским движением Хамас привело к взаимным воздушным ударам. Пресс-секретарь армии Израиля Джонатан Конрикус рассказал, что с 10 мая из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет. 850 из них взорвались на израильской территории и были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол». По последним данным, с обеих сторон погибло более 50 человек. Свыше 250 человек получили ранения. Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке не редкость, поэтому жители Израиля знают, где и как укрываться от обстрела. Как это обычно происходит? Обычно все бегут в комнату безопасности. Мы заранее закрыли вот там вот окна металлическими ставнями. Это все для того, чтобы если ракета вдруг, не дай бог, попадет в этот дом, чего, я надеюсь, не будет, а какими-то осколками, что-то еще сюда ничего, ну, по идее, не залетит и не травмирует. Одной из причин беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько палестинских семей из района Шейхджар в Восточном Иерусалиме, чтобы построить там новые дома. Кроме того, мусульман решили не допускать на священную для них храмовую гору. Основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, заставив верующих покинуть мечеть. В результате столкновений пострадало более 300 человек. С момента возникновения государства Израиль возникал вопрос, кому исторически принадлежит эта территория, принадлежит ли она арабскому населению или она принадлежит исторически еврейскому населению. Этот конфликт территориальный, он во второй половине XX века возник, неоднократно обострялся. И в XXI веке вот этот территориальный спор до сих пор не урегулирован. Есть такое выражение, черные дыры, да, то есть это те конфликты международных отношений, которые не могут быть урегулированы одномоментно. Как выйти из этого состояния, постоянно тлеющего конфликта, но вот, к сожалению, какого-то рецепта предлазить сейчас достаточно сложно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлюд Чавушаглу в ходе телефонного разговора призвали стороны конфликта в Восточном Иерусалиме проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священной для мусульман месяц Рамадан. Ариадна Кугушева, Универньюз. Казанский федеральный университет и Московский государственный институт международных отношений запустили программу научно-образовательной дипломатии. Программа продлится до 20 мая. Показ документального фильма «Пространство Лобачевского», снятого при поддержке Казанского университета, состоялся в кинотеатре торгово-развлекательного комплекса «Кольцо». Признанный, но не понятый гений, один из создателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский проработал в императорском Казанском университете 40 лет. Почти половину из них был не просто ректором, а великим строителем университета. С собирательным образом ученого зрители знакомятся именно сквозь призму современности. Такова основная особенность фильма, режиссером которого выступила выпускница в ГИКа Екатерина Еременко. Знакомая с математикой не понаслышке. Первое высшее образование она получила на мехмате МГУ. У меня, с одной стороны, хотелось сделать фильм зрелищным для зрителей, но невозможно делать фильм про математика, не рассказывая его математику. И, конечно, на этом фильме есть. Но тут тоже надо было принимать очень аккуратные решения. С одной стороны, быть точным, а с другой стороны, не очень грузить зрителей, которые вообще не готовы приходить, чтобы им очень долго объясняли какие-то формулы. И вот нужно было найти какой-то компромисс. Это очень необычно, что фильм, который идет в кинотеатре, создали ни киностудия, ни Министерство культуры, создали два университета. Это тоже очень необыкновенное производство, я думаю, необычное. Предложение снять фильм о Лобачевском Екатерина Еременко получила от шеф-редактора авторских телепрограмм канала «Универ ТВ» Юрия Алаева. Все случилось во время визита. Екатерина Еременко в составе Берлинского университета в Казанский федеральный. Зрители, которые его увидят, я надеюсь, обратят на это внимание. В основном фильм снимался в трех городах – Казани, Берлине и Геттингене. Дело в том, что у истоков работы Лобачевского в Казанском университете стояли западные ученые. Например, его учителем был математик Мартин Бартельс, который, в свою очередь, дружил с немецким математиком Карлом Гауссом. «Спустя несколько десятилетий работы здесь немцев изгнали. Изменилась политическая ситуация, их изгнали. И Лобачевский, когда развивал свою геометрию, его современники, они его не поняли в России. И в петербургской математике думали, что он просто на старость лет сошел с ума. И слава к нему опять пришла из Германии. Потому что, когда он иргалось, открыли его архивы и увидели, насколько он высоко ценил работу Лобачевского». Интересно и то, что в съемках, проходивших на территории Казанского университета, принимал участие и нынешний ректор Ильшат Гафуров, а также другие сотрудники вуза. К слову, на показ документального фильма в кинотеатре пришли как участники съемок, так и те, кто увидел пространство Лобачевского впервые. «Я очень рад был, что такой фильм был снят. С большим удовольствием. Исторические контексты, и математическая сторона вопроса, и некие параллели с современными реалиями тоже были интересны. Так что в целом очень-очень позитивно». «Я бы советовал очень сильно смотреть фильм для студентов направлений, которые связаны с математикой, которые изучают математику. Им это очень полезно будет в разрезе того, насколько она может быть необычной, и через какое-то время она вдруг находится в применении». «Я бы посоветовал посмотреть всем, кто мыслит и кто действительно переживает, болеет душой за завтрашний день. Этот фильм не о математике, этот фильм не о геометрии. Это действительно то пространство, которое не имеет границ, которое все время изменяется, трансформируется, и то пространство, в котором оказались все мы». «Пространство может быть больше, чем нам кажется». Таков один из лозунгов фильма, который выйдет в широкий прокат 20 мая этого года. Диана Желенкова, Ленар Тавлитьяров, Фарид Захитоглы, Универньюз. Ректор Ильшат Гафуров посетил ботанический сад Казанского федерального университета. Визит состоялся в рамках подготовки университета к научному семинару «Ботанические сады в 21 веке». Стратегия развития – инновационные решения в деятельности ботанических садов. Клещам от людей нужна только кровь. Пьют ее самки в качестве запаса питательных веществ для размножения. Какой опасности не предоставляют для людей, выяснил наш корреспондент. Существует два вида клещей. Таежный клещ является переносчиком клещевого энцефалита. Это очень опасная болезнь, которая в первую очередь поражает нервную систему. Есть те люди, которые работают в местах, где вот эти клещи таежные и, значит, есть случаи энцефалита. Они в лес, значит, их, ну, это геологи, там, биологи или еще кто-то, разведка какая-то, вот, геологоразведочная. Они обязательно делают три вещи. Второй вид клещей – собачий, который является переносчиком клещевого боррелиоза или по-другому болезни лайма. По своей значимости клещевой боррелиоз менее опасный, чем энцефалит. Но все же, по словам Николая Шулаева, пренебрегать походом к врачу нежелательно. Стоит отметить, что клещи не поднимаются на растениях выше 50-60 сантиметров, поэтому заползают на людей, а не именно земли. Дальше уже начинают ползти быстренько к коже, чтобы присосаться. Любят они места с тонкой кожей. Это в паху, значит, за ушами, на голове. Вот это вот как раз наиболее такие вот частые места. Ну и вот как раз самое распространенное, как они в пах попадают. Под штанину заползают, дальше ползут туда и находят место тонкой кожи и присасываются. Обычно на следующий день человек сразу начинает чувствовать, что на нем кто-то есть, потому что пораженный участок начинает воспаляться. На месте укуса появляется красное, сверху белое и опять красное пятно, говорит Николай Шулаев. Он также рассказал о том, как обезопасить себя от мелких паразитов. Во-первых, смотрите, есть, конечно же, препараты, которыми обрызгивают одежду. Вот они действительно помогают и клещей на человека, значит, не срезают. Вот, но самый простой вариант, если препаратов никаких нет. Во-первых, значит, есть специальные противоретисфолитные костюмы. Это штаны внизу на резинках. Значит, рукава тоже на резинках, они без пуговиц, на молниях, либо надеваются как мешок. Вот, значит, куртка заправляется в штаны, штаны завязываются на веревку, чтобы, в общем-то, и есть капюшон. Чтобы, в общем-то, они были только на одежде. И, конечно, важен личный осмотр после прогулок в лесу. Но если к вам все-таки присосался клещ, то не спешите вырывать его. Лучше обратитесь к врачу, предупреждает Николай Шулаев. Энджи Минибаева, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова